МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА – Чтобы вы поменьше ходили в магазин? – Да, чтобы сидели. – Да, куда положить? – А вот сюда поставьте пакетик и все. – Хорошо. Так. Как себя чувствуете? – Нормально. – Настроение? – Бодрое. – Так, если что-то нужно, вы знаете, куда звонить? – Знаю. Продукты питания, медикаменты, помощь по дому. Волонтеры поддерживают людей пожилого возраста во всем, в чем они нуждаются. Так было во время первой волны пандемии, продолжается и сейчас. Но теперь люди гораздо больше знают о волонтерском движении, поэтому охотнее идут на контакт. – Времена у нас сейчас непростые. И очень многие пожилые люди очень осторожно относятся к звонкам, тем более визитам незнакомых людей. Но те люди, с которыми мы начинаем сотрудничать, в общем, очень теплые дружеские отношения у нас завязываются. И население с благодарностью откликается. Людям пожилого возраста помогают не только педагоги, но и школьники. Уже больше полугода на базе школы номер один работает волонтерский кружок «От сердца к сердцу». Его посещают ребята разного возраста – от младшеклассников до будущих выпускников. Кружок ведет Оксана Толстова. Мы находимся во взаимодействии с социальной службой, с общественными организациями города. И поэтому, если есть какой-то вопрос, который мы можем помочь решить, мы, конечно, в этом участвуем. Напомним, что на территории Одинцовского городского округа работает волонтерский центр «Единой России». Активисты оказывают помощь жителям в связи с пандемией. Волонтеры готовы перейти на помощь всем нуждающимся. Оставить заявку можно по телефону горячей линии. Елена Кравченко, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».